Всем привет! В этом видео с вами посмотрим на весьма интересный и технологичный компьютерный стол, у которого есть несколько весьма привлекательных особенностей. Давайте будем вместе разбираться, как это все работает, ну и как за ним самое главное работает. Полное номинование модели стола Keron Orion 120. Сразу скажу, что купить можно уже сейчас в сети магазинов DNS. Ссылку я оставлю первой строкой в описании к этому видео. А для начала давайте вместе посмотрим на ускоренный момент процесс сборки данного стола. На самом деле там буквально собирается всего несколько элементов, то есть пара этапов. Первая это установка ножек на столешницу, далее установка аксессуаров и подключение электрической части для приводов, которые будут как раз у нас стол поднимать и опускать. Вот суммарно у нас вдвоем ушло порядка 15-20 минут на сборку. Ну думаю, если бы я собирал один, то плюс-минус потребовалось бы столько времени, ну может быть там на 5-10 минут подольше. Для сборки есть его в комплекте. Даже полноценную отвертку положили, за что отдельное спасибо. Вот в плане комплектации действительно огонь. Как я уже упоминал, у нас это не просто компьютерный стол, а настоящее рабочее пространство. При этом мы еще и можем изменять высоту данного стола. При этом у нас есть соответствующие кнопочки, то есть вверх-вниз, а также можно задать эффект памяти, который позволит за счет электропривода установить его на соответствующую высоту. Но управляет всем у нас фактически именно специально для этого созданный пульт. Вам достаточно протянуть руку, условно нажать на кнопочку, которая позволит столу как раз и подняться вверх. Ну вот я конкретно нажал на эффект памяти. В моем случае задана максимальная высота, именно чтобы поработать стоя. Сейчас он поднимется. Вот, соответственно, мы получили максимальную высоту. Соответственно, вышки я поднять не могу. Могу задать ручками та высота, которая меня устраивает. Например, хочу, чтобы это было 100 сантиметров. Вот видите, я буквально могу градировать по чуть-чуть. Ну или, например, задать в сидящее положение. Также есть две дополнительные кнопки, которые позволяют настроить память на несколько промежуточных положений. То есть стоя, сидя и вот какие-то еще два. Но может быть вы хотите иногда, чтобы у вас было на 80 сантиметров, на 90 поднята столешница, что весьма удобно. Работает очень плавно, никаких рывков. По звуку тоже все супер тихо. Уверен, что если даже ночью в полной тишине будете регулировать высоту, то никого не разбудите. Для меня это такой прям серьезный аргумент. Минимальная высота стола составляет 73 сантиметра. Ну вот, собственно, сейчас он у меня выставлен. Я сижу на классическом столе, достаточно комфортно. А максимальная 121 сантиметр. То, что мы с вами поднимали ранее. Мой рост метр восемьдесят два, что позволяет мне отрегулировать его максимально комфортно. То есть, например, для меня сейчас это низко, но сантиметров на восемьдесят, если я подниму, наверное, даже много, можно чуть поменьше, вот на семьдесят восемь сантиметров. Вот для меня бы, например, так было максимально комфортно работать на ежедневной основе. Я люблю, когда стол стоит чуточку повыше. Если в целом резюмировать по габаритам, то у нас здесь, по сути, золотая середина. Глубина стола шестьдесят сантиметров. Ширина сто двадцать сантиметров. Для дома он остается вместителем. Как видите, здесь установился достаточно большой монитор, ПК и, в принципе, осталось достаточно много места. Максимально заявленный вес нагрузки на стол пятьдесят килограмм, что тоже весьма немало. И, по сути, вы на нем сможете разместить как раз все необходимое. И, конечно же, при этом поднимать это все необходимое. Я, честно сказать, даже не представляю. На пятьдесят килограмм напишите в комментариях, что можно было бы сюда добавить. Но, возможно, какие-то тяжелые колонки, но, по факту, их он тоже выдержит. Несмотря на установленный ПК, монитор, клавиатуру, какие-то дополнительные аксессуары, размещенные на нем. Логичный вопрос. Как задать необходимую высоту? И, соответственно, вот этот самый пресет, который для вас будет максимально комфортным. Это максимально просто. Вам нужно выбрать подходящую высоту и зажать кнопку на три секунды. После чего на соответствующей кнопке сохранится та высота, которая вам и нужна. И это, кстати, позволяет еще и большое количество кнопок иметь, если у вас, например, несколько человек пользуются данным столом. По сути, кнопки «Стой» и «Сити» — это у нас, соответственно, один пользователь, а кнопка «Три-четыре», например, другой. Так что все максимально подстраивается под ваши нужды. А система защиты от столкновения при подъеме или опускании обеспечивает автоматическую остановку стола в случае столкновения с препятствием. Например, если у вас высокое рабочее кресло или под столом установлена дополнительная система хранения. То есть он будет, соответственно, оберегать эти моменты. Что по материалам? Столешница выполнена из ЛДСП с очень тактильно приятным покрытием, напоминающим металл. В моем случае стол полностью черный, но есть и белый вариант, а также бежевая столешница с белыми ножками. Если вы выберете черную, как у меня, то могу вам точно сказать, что именно вот черный цвет здесь будет максимально черный насыщенный и выглядит он действительно впечатляюще. Основание ножки выполнено из металла. На полу стол стоит весьма и весьма уверенно. Никаких намеков на какие-то минимальные даже люфты и качания здесь нет. Он именно стоит как влитой монолитный в плане конструкции. Еще один немаловажный аспект это кабель менеджмент. И тут для него есть специальная отдельная металлическая корзинка, которая размещена снизу. Туда вы сможете убрать излишки проводов, а также там разместится родной блок питания подъемного механизма. А также стоит отметить два широких крючка для аксессуаров, например, для наушников, как в моем случае. Они разместились со стороны слева и справа. Ну и плюс у нас есть держатель для кабеля, который тут в комплекте. Опять-таки кабель менеджмент под столом, прямо изначально из комплекта, можно там будет, соответственно, проложить и сделать так, чтобы провода вообще не было видно. Ну и по аксессуарам те же наушники чаще всего лежат где? Правильно, на столе. Здесь их можно разместить вот так вот сбоку. Ну и, например, какие-то дополнительные кабели, провода разместить со второй стороны слева на втором крючке. Таким образом получается максимально удобное размещение, а столешница остается свободной. Думаете, это все? Нет, не все. Тут также предусмотрены порты USB Type-C и USB Type-A. Их можно использовать для зарядки телефона, планшета, ноутбука и любых других устройств. Что, как говорится, лишним не бывает и тоже весьма всегда полезно. Среди плюсов я также могу выделить цену, так как с похожими характеристиками столы, как правило, стоят гораздо, гораздо так уж. Что получается по итогам? Данный стол – это отличный вариант технологичного такого решения. Тут буквально в одно касание вы можете менять высоту на то, которое вам необходимо. Хотите поработать стояк? Никаких проблем. Ну и, конечно, вы можете выбрать для себя промежуточный вариант. Аналогично все достаточно просто. Вы нажали на кнопочку и таким образом получили нужную высоту. По качеству исполнения тут тоже все отлично. Выглядит стильно и ощущается надежно. От качественного покрытия столешницы, причем это все градируется, до действительно крутых металлических ножек. Однозначно от меня только рекомендация присмотреться к этой модели. А сделать это можете вы по ссылке в описании в сети магазинов DNS. На YouTube дублирую все в закрепленном комментарии, как и всегда. Ну и что? Не забывайте поставить большой палец вверх на канал подписаться. Внизу всегда есть соответствующая кнопка. Если смотрите на YouTube, нажимайте на колокольчик два раза, чтобы не пропустить выход новых видео. А также у вас на экране QR-код в наши Телеграм-каналы. Много крутого скользенного контента. Там доступно прям фактически на постоянной основе. Заглядывайте, читайте. Я уверен, что останетесь довольны. Продолжение следует...